Я бы хотел, чтобы вы сидели и написали десертацию, по-моему, это еще лучше. Это тоже верно. Почему тоже? У вас вообще это главная задача. Нет, ну понятно. Так вам обсуждать хочется или диссертацию написать или получить кандидатскую диссертацию? Если не заоченная, то нам же интересно как-то вступать в дискуссию. Так она не является аспиранторой? Мы в дискуссию с вами и вступаем. Она не является разве свободным временем, вот это время пребывания в аспирантуре? Скорее нет. Потому что все равно там потребуется какая-то ответственность в будущем. А то что-то там делал во время этого. Ну, самая большая ответственность у великих этих художников и композиторов, ученых, их миллионы будут смотреть. И что, это не свободное время, что ли? Вот Чайковский, значит, у него рабочее время, когда он пишет «Лебединое озеро». А когда он просто гуляет, поскольку он прогуливался по территории, по паркам и в лес заходил, по лугам, это уже у него свободное. А это у него рабочее. Ну, если он не по принуждению писал это. Так, а вы где-нибудь определение научное брали, или вы прямо сейчас ее рождаете из головы? Нигде не я получил. Ну, тогда это не наука, тогда это произвол. Это же по этому поводу есть литература. Свободное время – это время для свободного развития, определения. Его мало. Его мало, потому что это надо делать, то делать, пятое, десятое, тут деканат нажимает, на лекции заставляет ходить. Частично это вроде и полезно, но не сказать, что это прямо уж так свободное развитие. Вам бы надо это, вот это выяснить и разобрать, а вот давайте вот это. А если в ходе рабочего дня развиваешься, ну, то есть работаешь… Это означает, что во время рабочего времени есть такой момент, в него включенный. А когда свободное время, тогда в целом оно развивается. Но даже если у вас свободное время, всякие несвободные моменты есть. Это разные вещи, но это противоположности. В противоположности есть, конечно, и другой момент. Степан Степанович, можем мы начинать лекцию? Да, конечно. Да? Теперь мы знаем, что у нас лекции тоже. В свободное время, конечно. Да, вот я работаю в свободное время или в рабочее? Я освободен от производительного труда? Ну, как вы думаете, вот работа, которую я выполняю, там, вот работа профессора, она способствует развитию или способствует деградации? Ну, конечно, способствует развитию. Ну, значит, она подпадает под определение свободного времени. Меня кормят, поют, одевают. Я ничего не делаю. Это все сделал не я, то, что на мне. Может, вы это все сами сделали, там, галанс, так сами. Мы тоже производимся в процессе лекции? Да, у вас тоже свободное время. То есть мы сейчас вот находимся в рамках свободного времени и, так сказать, будем свободно рассматривать такую проблему, которая называется класс. Класс. Вот тема сегодняшней лекции – класс. При этом, ну, вот что по этому поводу думает обыватель? Обыватель думает, что классу придумал кто? Маркс. Маркс. Ну, это обыватель, так думает. А что, а можем мы спросить Маркса по поводу того, что он думает? Боже, нет. Это было бы неплохо, правильно? Вот я специально принес документ. Ну, как, очную ставку сейчас будем делать с теми, кто думает, что Маркс. Вот Маркс написал такое письмо Иосифу Вейдемейеру, своему товарищу. У них все время была переписка, много таких писем Маркс написал. «Нью-Йорк». Это очень актуально сейчас. Я с учетом, что связь с Соединенными Штатами Америки, у него тоже связь у Маркса была. А откуда? Ну, тоже из англоязычной страны, из Лондона. 5 марта 1852 года. Вот письмо, можете зафиксировать. Вот он там пишет. Значит, это собрание сочинений. Маркс и Энгельс, издание Второе, том 28, страница 424-427. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов. А буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот Маркс изложил, что он сделал. Так сказать, не так уж и много вроде, кратко. Причем и даже это у наших граждан, которые на эту тему выступали в так называемые еще советские времена, особенно в хрущевские времена. Раз тут говорится о диктатуре пролетариата, о диктатуре пролетариата изымали из программы. И это вот как-то замылили. То есть это не секрет. То есть если вы читаете собрание сочинений, то вы найдете. А если не читаете, то никто вам и не скажет. И так сказать, об этом не узнаете. И обыватель, а вот вы можете проверить, так сказать, очень легко. Вы подспрашиваете, а кто открыл класс? И все будут отвечать. Почти все. Маркс, марк, марк, марк. Хотя вопрос ведь о классах с точки зрения науки, это вопрос о том, как классифицировать. Что? Людей. Потому что есть разные классификации. В каждой науке есть классификация. Зачем вообще делается классификация? Потому что немыслимо иметь дело с отдельными, с единичными объектами. Их нужно в какие-то группы объединять. Правда? В особые или всеобщие брать. Поэтому нельзя ограничиваться единичным. Если вы возьмете ботанику, то ботаники очень радуют классификации. Вот у меня дядя был, Борис Иванович Шеломов, композитор. У него был вот такой определитель, он очень многим интересовался. Но он интересовался, в частности, этими самыми, какие у нас растения есть. Вот с этим определителем, потому какие цветки, какие тычинки, какие пестики, какие листья, какие стебли, какие корни. Постепенно можно определить, что ты нашел. И вот мы ходили, вот у меня на родине были, в Тамбовской области, в селе Староклинское. Шли в лес 12 километров и по дороге определяли, что это за растение попадается. В том числе, вот мне понравилось, что мы нашли мыльный корень. То есть вот такое растение, такое невысокое, с такими маленькими цветочками, сухонькое. Но если возьмешь его, надергаешь вот так вот в воду, опустишь, так потрешь. Ну и тут у себя мыло здесь, а заодно и мочалка в виде этого растения. Красота. Вот точно так же мы, так сказать, вот ходили по лесу и уже определили вдруг такое растение наклонное. Такой наклонный стебель и такой венчик сиреневый. Такой довольно большой. Ну мы это сразу, значит, поскольку с книгой ходили раз-раз-раз-раз и определили, что это валерьянка. Никогда не видели валерьянку? Вот мы сорвали валерьянку, привезли. Как привезли? Мы пешком шли обратно 12 километров. Пособирали, говорю, вы пришли. И кот прямо вот, ну просто, ну вот не отходил из нее. Все, вот она так лежала, так на лавке. Ну и так, и сяк. Это даже знают, что коты, так сказать, они не могут обойтись без этого. Вот, но это же не лекарство какое-нибудь, а вот трава просто была. Вот, то есть классификация растений проведена к нынешнему моменту колоссальная. Это все известно. Что вы там, ничего такого не найдете. Что бы ни было так известно в науке ботанической, она это все расклассифицировала. У нас есть кафедра ботаники, у нас, между прочим, здесь в университете есть, вы, наверное, знаете, пальмы растут. Не видели, нет? Нет. Такие пальмы побольше, чем у нас есть, так сказать, соответствующие, так сказать, на Петероградской стороне парк, да? Ботанический сад. Ботанический сад. Так вот, ботанический сад здесь у нас есть. Там очень, интересно, огромные. И бананы растут. Что хочешь. И очень там за ними ухаживает, там очень красиво. А у вас пропуск есть? Вот сейчас зайдешь в главное здание, с этой стороны, с площади Сахарова, направо там кафедра ботаники. И там, во-первых, такой цветник и много всяких разных деревьев, в том числе манжурский орех, с которого орехи сыпятся осенью, который выдерживает температуру 35 градусов. Точно такой же, как грецкий орех, только меньше в нем мякоти, а больше толщина стенок. И его разбить можно, конечно, если вы возьмете ножик и прямо так вот по тому, где эти самые складываются половинки, пройдете молотком. Ножик поставите, стукните, а так просто, если будете бить, его не разбить молотком. Очень прочный. Ну и так далее. Ну, там люди знают, что они выращивают, в отличие от тех, кто приходит и смотрит, потому что мы смотрели там, такие, так сказать, для нас надписи сделаны. Походите, интересно. И никто вас не задержит, так сказать, у вас пока есть пропуск, и хорошо. И деньги платить не надо. То же самое в животном мире. Тоже наведена классификация в биологии. Ну, как-то классифицируют, какие есть, какие вы знаете, есть животные. Есть хищники, есть травоядные. Начиная с ящеров еще были. Отличали. Там бромтозавры, динозавры, тиранозавры. Тиранозавры, это ясно, будут кушать этих динозавров. Вот. Ну и сейчас, так сказать, все виды есть, скажем, птицы, а есть млекопитающие. И вот представьте себе, представьте себе такую ситуацию, что у вас этот утконос, куда его отнести? Нос, как у утки, а так, вроде, животное. Или, скажем, сумчатый, к которому относятся кенгуру, в который дитянуш прямо вот здесь. А сумка у него не пришивается, а так она у нее, у этой матери, своя. Да, очень удобно. Даже завидуют женщины, тут не надо никаких одевать. И тоже покупают, покупают такие сумки и ходят, как кенгуру некоторые. Но не большинство матерей, но многие, так сказать, ходят. Хотя страшновато, думаю, вдруг что-нибудь какая-то лямка отойдет, вот у кенгуру ничего не отойдет. У него все хорошо. А детеныши могут выбраться оттуда и забраться на плечи. То есть, а по какому принципу всегда какой-то есть, вот скажем, в ботанике принцип такой, чем опыляются, так, или какие цветки, прежде всего. Как они размножаются, прежде всего, цветы. И каким образом они получают пищу для себя. Они вечно зеленые или они только летом, могут быть весной и осенью, а потом они, скажем, бы замирают. И так далее. А тут, ну какой бы вы увидели принцип для классификации животных? Это не походило. Поскольку мы тоже животные, вот все равно интересно бы знать. Ну, все уже введено. Зачем это придумать? Нет, ну вот вы бы что придумали. Ну, я понимаю, вы бы по другой теме аспирант. Ну, он в голову не приходил. Волосатый-неволосатый. А? Волосатый-неволосатый. Волосатый-неволосатый. Ну, это какой-то неглубинный принцип. Вот, а я вам скажу, какой принцип принят у нас в биологии. Значит, классифицируют животных по тому, как они добывают, чем они добывают, добывают свой корм. И как они, и чем они, какими способами спасаются от врагов. Есть такие животные, которые спасаются от врагов как? Убивают. Как лань, да? Вот за ней бежит тигр. Ну, если лань уже больна, и он ее и съест, и будет санитаром леса или полей. А так, она, конечно, перегонит любого хищника в этом смысле. Есть еж, как он защищается от врагов? Свернулся? По тому, как он защищается, можно определить. Что это, так сказать, за тип? Есть парнокопытные. Чего они защищаются? Копытами защищаются. Раз, копытом. Лошадь просто, она повернется и может так ударить, что это на повал будет. Задними копытами, передними так уже не может. И зубы. Вот знаете, что дареному коню к зубу не смотрят? А не дареному. То есть, если вы пойдете коня покупать, надо посмотреть зубы? А зачем? Чтобы зубы здоровы. А? Здоровый насквы. Да, потому что если у него зубы не здоровые, значит, он не сможет есть траву. Они же едят не что-нибудь, а траву. А трава жесткий корм. Если зубы у него слабые, все, он пропадет. Это тут люди могут чего угодно сготовить. Вам все перемелет, на пару сделает он есть. Специальные даже столовые, паровые и так далее. И дети только деньги платите, и все в беспорядке. То есть, есть свой принцип классификации. Есть резиноводные, которые и в воде, и где они бывают. А есть рыба, а есть птицы и так далее. То есть, летающие, у которых трудно. Хорошо, вроде года, ты машешь крыльями. Но если подумаешь, что у тебя не будет рук, и все можно будет делать только плювом или ртом, то будет не очень весело. Хотя парят, а не красиво. Так что у каждого свои есть проблемы. Ну вот классификация тоже наведена. Ну, возьмите вы минералоги. А что там нет классификации? Ну, там минералы расплатифицированные, уже дальше некуда. И такие, которых можно добывать. Другие полезные для человека предметы. И те, которые для украшений. Так, и скажем, тот же самый графит, может быть, и в виде таких стержней, с помощью которых вы можете что-то рисовать. А может быть, если он по-другому устроен в кристаллах, это будет алмаз. То есть, каждая наука проводит свою классификацию. Зачем? Ну, потому что очень много. Немыслимо в науке, но наука требует обобщения. Правильно? Прежде чем вы начнете что-то изучать, вам нужно для начала хотя бы классифицировать. Это туда, это сюда. И когда у вас этих классов будет не так много, тогда можно их изучать. А если вы будете, так сказать, каждого отдельного человека выбрать, скажем, или каждый отдельный элемент, о которых я говорил, то это никакой не науки не получится. Это вы будете описывать, что происходит. Так сказать, у вас будут горы в описании и не будет научных результатов. Это вот первое требование научное. Поэтому в самой по себе классификации ничего такого, особенно нового нету, нечего тут и открывать. В науке это типично. Что тебе сказать? О, мы решили, что надо брать классы в области общественных наук. Ну, а как без классов-то можно? Без классов-то никак нельзя. А весь вопрос в том, как классифицировать, по какому признаку. Как поделить людей на классы. Вот вы бы как поделили, по какому признаку. На классы. Как аспирант. Аспирант – это будущее науки. Я – прошлое уже науки. Или там настоящее, уходящее в прошлое. А вот будущее. Как бы вы выделили? Ну, мне вспоминается Платон с его принципом деления. А? Платон вспоминается по принципу деления, ведущему душевному началу. Нет, так вы куда-то опять отсылаете. Я вот вас спрашиваю, а вы так вместо того... Ну, я был бы на самом деле о многом с ним согласен. А? Я тоже думаю, что делится где-то так на три типа, которые, в первую очередь, различают по своим другим стремлениям. Кто-то стремляется к материальному потреблению, кто-то к более высоким вещам. В принципе, мне кажется, достаточно... То есть по стремлениям. Какие, к чему человек тянется? То есть субъективные такие. В принципе. То есть если вы сейчас тянетесь к этому, я вас сюда. Завтра вы тянете к другому, я вас туда. После завтра вы к третьему, я вас... Обучающие сюда в окно находится. Почему его? И таких последовательных людей уже много, которые все время являют постоянные такие устремления. Ну, а если к чему уже доминирующий начал? Ну, доминирующий был. И это доминирующий. Раньше у меня доминирующий был. Курить, сейчас пить. Доминирующий. Завтра наркотиками увлекаться. Это уже другое доминирующие. Причем... Ну, это же страна. Учение, удовольствие и все. Ну, как оно реализуется, это уже другое. Ну, как одно и то же. Это же мы их различаем. Наркоманов отличаем от курящих. Курящие у нас уважаемые люди. Мы для них в специальных закрытых коробках подаем красивыми картинками. Папиросы там. И все изображено, что будет с вашими легкими. Тогда можно дойти до того, чтобы он классифицировал, и подкинул сигареты, он курит. Да. А, есть люди курят сигареты. Одни сигареты, другие курят папиросы. Третьи курят сигары. А что, разве нельзя? Вот сигары курят не все. Это особые люди, очень важные. Правильно? Так что, если я бы курил сигару, вы бы меня уважали больше, чем так. Чем я вам просто лекции читаю. А так бы я сидел с сигарой. Вам бы предложило бы... Нет, извините. То есть, это проблема, да? Как классифицировать, есть в науке разные подходы. Это ясно. Теперь, значит, вот теперь и же стоит вопрос, а какой взять принцип? Ну, ясно, что мы же в философии с вами занимаемся. Философы и идеалисты у нас двух типов. Каких? У нас есть объективные идеалисты, есть субъективные идеалисты. Значит, субъективные идеалисты, хоть это Томпсон, хоть это Джонсон, хоть это Иванов, Петров или Сидоров, если он субъективный идеалист, будет, если он последовательно и субъективно идеалист, по каким признакам? По субъективным. Правильно? Это удивительно или это нормально? Если философ последовательный, там, скажем, Епископ Беркли, если он стоял на позициях субъективным идеалом, так он на них и стоял, а не болтался, как империуманисты, империокритики, империосимволисты и так далее. Если это объективный идеалист, как Гегель, ну, он тогда, значит, какой-то выработал объективный идеалистический принцип. Так, исходя из абсолютной идеи, это получалось. Абсолютная идея требует так разделить. Но это надо доказывать. Он же доказывает, у него же не так просто постулируется. Если это материализм, то как материалисты? Последовательные материалисты должны исходить тогда из каких-то материальных соображений, связанных с материальными процессами. Но если вы речь идет о истории, то, как известно, применение материализма к истории как называется? Артисты подходят? Нет, ну почему он тут марк? Применение материализма к истории – исторический материализм. А идеализма к истории – исторический идеализм. Вот обратите внимание, вы когда-нибудь слышали, что кто-нибудь, кто идеалистически подходит к истории, говорил, я исторический идеалист? Что-то как-то стесняется говорить. Я не понимаю, почему. Ну, у тебя такая точка зрения, ты ее защищаешь. И нас никто не запрещает, никакие точки зрения. Даже наоборот, так сказать, расцветайте все цветы. Ну и никто… Я такой вопрос задавал на ученом совете у нас. Так, как-то так все жали плечами. Что, почему не сказать, что я исторический идеалист? Ведь у меня лекция, я после лекции позвоню, ладно? Вот. Исторический идеализм. Ну вот, поэтому, значит, я что хотел сказать, поскольку представляю направление материализма в истории, в исследовании истории, как, по какому пути идут материалисты, которые обращаются к истории. Вот. А как вот? В истории, собственно, и надо классифицировать все эти бесконечные действия огромного числа. У нас 7 с лишним миллиардов человек, да? Если 7 с лишним миллиардов, то это же страшное дело. Значит, надо лишь классифицировать. Значит, принцип у материалистов очень простой. По положению в материальном производстве. Вот какое у меня положение в материальном производстве, можете сказать? Материальном? Материально. Если принцип положения в материальном производстве. Все же в материальном производстве имеют какое-то положение. Вы производство берете как один акт или как постоянно повторяющий, воспроизводящийся. Вы иногда кушаете или каждый день? Я каждый день. А у вас вахтовый метод. Ну вы имеете в виду как потребитель? Не я имею в виду, просто я на самом деле потребитель Но ведь вы производите что-то, вы же работаете Я материальных производств ничего не производил А? Идеалистический производитель? Нет, я просто не производитель материального блага Мы же не берем другие виды производства Принцип деления, классификация какой положения в материальном производстве материальным а какие счет что я провожу при произвожу книги это до сайта ним это вот это материал это разуме нет это информация как а дар это идея вы писали программу я писал вот степан степанович он тоже писал на лголь 60 мы писали нам зачеты ставили за это дело если не напишешь зачет не поставить степенью не получишь вот уже это попахивать дальше материализмом поэтому программа программа это что это надо задает задание что делать и это задание развернуто в вот в такой фуз такую форму программировать можно в командах вот скажем поскольку у нас была военная кафедра мы на военной кафедре не таких вот не не волголе и не на других языках мы которые как бы машинно-человеческими кажутся прямо в машине в командах вот в двоичную систему все перевести вы знаете что вы десятку двоичной системе 10 только будут цифры он такие вот числа вот такие на машину это плевать вы ниже там 0 и 1 больше ничего нету только в каком разряде это менять в материальном производстве я потребитель пиджак не я же его делал нет а это не я делал и вот это я делаю вот это я делаю стол не сделал и кафедру не одел ничего я не делал я это все потребляю и вы сюда пришли со мной вместе и потребляете сейчас вы стул потребляете я вот заметил очки потребляете галстук потребляете много чего потребляете Рубашечка у вас хорошая, брюки, тетрадочка, ручечка. Ручечку вы делали, нет? Так приятно было бы показать. Это я сделал ручечку. Я ничего не сделал, потребитель. Есть переходные, конечно, всегда. Что такое граница? Пограничные виды деятельности. И пограничные виды положения. А вы знаете, что такое граница? Определение границ. Я такие вопросы задаю вам, как аспиранта. Потому что вам могут ответить, сумасшедшие. Я имею в виду те, кто будет вас пытаться утопить. Спрашивать, что такое граница? Это места перехода из моста, а не другое. Ну, это очень близко к тому, что у Гегеля. То, что вы сказали. По крайней мере, не скажут, что это неверно. Так заставить задуматься того, кто задал границу. Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечета. Вот Гегельское определение. Вот у нас сейчас что происходит? Лекция происходит. Моя. Она нас соединяет или разделяет? Соединяет. А? Соединяет. А что, вы тоже читаете лекции? Нет, ну сам факт лекции, мы можем где-то такое нечета. Нет, понятно, я же не спорю с вами. Да, она соединяет, но она и разделяет. Потому что не вы же будете у меня экзамены принимать, я у вас буду принимать. Сейчас говорят, да, давайте просто поговорим, а потом начинают оценки выставлять. И это дело заносить и в деканаты относят. И вспоминают, что у нас все государственные. А государство это что по определению? Ну, здесь только определение, что... Да, ну, что, государство, машина, насилие в интересах того класса, который является правящим. Не сдадите экзамен, отчислят и все. Что тут? Ну, еще передадут, пересдавать дадут, раз. Второй, комиссия и все. И до свидания. Что ты эту область принадлежит? Что хотят сказать-то, говорит, в Санкт-Петербургской государственной России? Государственная, если не будешь делать, выгоняет. То есть, получается, в яйцо государства мы говорим, что оно... Что оно... Дубина. Обладает этой силой. Да, обязательно. А если оно не обладает, это вообще не государство, плевать на него. Но если мы ему этого не скажем, она нас накажет. Но если мы скажем правду, она нас почти. Нет, если мы скажем правду, она тоже накажет. У него задача одна, оказывается. В его случае. Дескать, зачем вы выдаете такое, так, мы все тщательно скрываем, хотя вы знаете, что армия есть у государства, потом внутренние войска. Ну, для чего внутренние войска, как вы думаете? Хорошо вооруженные. Вот там какие-то старушки стоят, требуют повышения пенсии. Там я видел у Финляндского узала. А тут, значит, вот с такими, значит, прозрачными шарами стоят. Тут бронежилеты, там бронежилеты. Ну, потому что старушки, они же могут клюшкой, так сказать, так вот сунуть. Без бронежилета там не выходить. Ну, они просто стоят там, никого не трогают. А между старушками ходят милиционеры. Ни бронежилета, ни пистолета, потому что они знают, ну, что эти старушки? Ну, пусть выскажутся, пусть скажут, что они думают. Ничего, они высказываются, опояснили Ленину и ушли, значит, этому бронзовому. А там на всякий случай стоят. А если они не стоят, то быстро приедут. Если что, ведь приедут. Вы же знаете. Ну, вот, возвращаемся. Принцип. То есть, если есть другой принцип классификации, но другие классы будут, это понятно. То есть, это у нас сейчас какая ситуация в ноге? Хотите, так классифицируйте. Я сейчас говорю о той классификации, поскольку вот обращаются к Марксу, говорят, Маркс придумал классы. Маркс не придумал классы. Придумали классы. И принцип классификации тоже не Маркс придумал. А материалисты какие? Прежде всего, это были французские историки, Тьерри, Менье и Гизо. А придумали они их тоже не с того, не с сего, потому что им захотелось. А сложилась такая ситуация. Вот преддверие накануне буржуазной революции. Накануне буржуазной революции граждане, выразители интересов феодалов, решили, что надо побеспокоиться. И теоретически доказать и объяснить, убедить общественность, что управлять государственными делами не может черень. Потому что, ну как, если она только занимается тем, что коров пасет, и свиньям хвосты крутит, как она может управлять государством? А вот есть человек, который с измольства, он учится, у него есть репетиторы, его обучают, он все время хорошим манером, он знает три языка, он знает риторику, да, он может выступать, он прекрасно пишет. Вот этот человек, он готовится. Даже это относилось и к царям, пока они уже до полковника доходили. Пока еще они не стали царем, а царевичем только. И занятия, какие вы, наверное, были в лице, и как там муштровали тех и Пушкина, и Пущина, и других. Рано вставается, такой, да, насыщенный день, и спортивные еще и занятия, и, значит, их начиняли знаниями очень хорошо. А эти они же, ну что они, как они могут управлять государством? Они не могут управлять государством. Поэтому вот феодальные историки, выполняя волю феодалов, они доказывали, что только вот образованные люди, богатые, то есть помещики феодалов в состоянии руководить. И вот тогда, поскольку всякой революции предшествует какая-то идеологическая битва, борьба, выступили Теременье и Гизо. Ну, наш брат это не знает. Я читал в свое время лекции по философии истории на Истфаке. Говорю, кто придумал эти классы? Сразу там голоса. Теременье и Гизо. Историки это знают. Но это было, когда был специалитет. Вот сейчас спрашиваю, историки, у меня сейчас есть бакалавр, и они уже не знают. Это, видимо, уже другой уровень. Брассы срезали пятый курс. Пятого курса нет, и как бы они уже, не случайно, что они в вузах работать не могут. А специалисты могут. Они не могут держать, если будут на госслужбе, в своем подчинении больше одного человека. И в аспирантуру нельзя поступать бакалавром. Идите туда в магистры, платите деньги два года. Хотите сами, хотите, с родителей тяните. Да, вот и давайте. Это тоже мы возвращаемся к материальным проблемам. Аспирант, значит, каким-то образом решил материальные проблемы. А иначе как вы уж аспирантом. Умрешь с голоду. С вашей стипендии не умрешь с голоду. Сколько стипендий у вас? Две девятьсот, полнота. Сколько? Две девятьсот. Ну, это сильное наше государство. То есть оно этой стипендии думало, что если вы будете жить только на эту стипендию, то точно умрете. Я правильно понял? Так все рассчитано было. А вы где-то находите какие-то источники. Вот я и смотрю, у вас нет лекций, где-то шныряет и где-то какие-то... Спасается от государства, которое говорит, вот тебе две девятьсот и попробуй не прожить на них. А еще тут, значит, экзамены, защиты и так далее. Лекции требует. А для того, чтобы заниматься наукой, искусством, аспирантуру ходить, об этом Маркс писал. Надо сначала есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. Вот я девочку спрашиваю там, вот у вас две девятьсот, а эти получают тысячи пятьсот. Спрашиваю, а вы сколько можете прожить-то на свою стипендию? Она так подумала, говорит, ну, неделю. Я говорю, так что, я последний раз вас вижу, потому что в Польше спокойно проживаете неделю, а это полторы тысячи вот. А у меня раз в неделю лекции у них, ну, думаю, все, последний раз вижу. А я думал, что вас так мало ходит? Я говорю, так вы вымирающий такой состав. По очереди просто ходят, да. По очереди, ну, как-то спасаются, может, сейчас весна пойдут, сейчас траву есть, наверное. Ну, как-то, надо же выживать. Так, ну, вот, Чьи Ременье и Гизо стали доказывать, что все классы, значит, представители любых классов могут стоять у власти. То есть вообще ведь буржуазная революция не ставила вопрос, что буржуазей будет у власти. Она говорила, что народ может, все могут, государство народное. А потом, когда проснулись на второй день после революции, оказалось, что вот богатые уже, нет, не просто образованные, а еще богатые образованные. А вы, может, если образованные, но не богатые, то государством-то оправлять не будете. И вот они, вот именно они, поскольку они материалисты были, и вообще, наверное, вы знаете, что философский материализм во время революции, вот, вот, революционные классы стояли на позициях философского материализма. И наоборот, реакционные классы, когда они, так сказать, во время отлива революции, то, так сказать, снова идеализм, мистика и прочее. Я ничего плохого про это сказать не могу, просто констатирую сам факт. А те же самые буржуазные деятели, которые сейчас выступают за идеализм, из позиции идеализма, они выступали из позиции материализма. Поэтому не надо трогать Маркса, тут он пусть спокойно там дописывает свой капитал с помощью Энгельса. А классы разработали эту теорию, разработали эти ременье и Гизо. Их вот не упоминает тут Маркс, ну, Ленин их упоминает. А буржуазные экономисты, экономическую анатомию классов, то есть их вот положение в производстве. Ну, поэтому, если очень коротко говорить, классы на классы подразделяются, на общественные классы, деление идёт по положению в производстве, материальном. В собственном смысле слова. А есть производство идей, кроме производства вещей, есть производство голов у спортсменов. И есть, это не этих голов, а таких футбольных голов. И так далее. То есть, это уже другое дело. Такое производство. Вот есть такое понимание производства в широком смысле, ну, тогда все что-нибудь производят. Потому что сказать, что есть люди, которые там, какая-то специальность, которые ничего не производят. Что производят медик? Медик производят здорового человека. Правильно? Из больного. Ну, или менее больного. Из сильно больного. Что производит парикмахер? Производит он обрабатывает головы. Так же, как и мы с вами, смертные. Мы обрабатываем изнутри, а они снаружи. А из-за вас, вот из-за того, что вас там мало обрабатывают, у нас парикмахеры страдают. Это называется, вот ко мне уже плохо относятся, а вот к нему относится хорошо. Потому что это предмет труда. Ну, борода, борода, бороду они могут заняться, и вас там немало слупить за бороду и усы. Так. Вот, собственно говоря, история вопроса. История вопроса. И, так сказать, освобождение от всяких, так сказать, мифов насчет того, что Маркс придумал Маркс. Маркс это взял готовенькое. Вот Маркс говорил, а дальше вот он говорит, что, ну, это вот будет, это вот деление на классы будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет отрицание-отрицание. А в чем отрицание-отрицание? Ну, был первобытный коммунизм, 90 тысяч лет. Комунист. Что означает? Почему коммунизм? Ну, потому что коммунизм. А что такое коммунизм? Общий, а что еще? А больше ничего. Если все для общего. Никакого частного ничего не было. Все делали сообща. И матриархат был. Никакого пьянства. Не можем мы вернулись сегодня. А? Матриархату снова вернулись. Нет, не вернулись. Даже если вы возьмете, даже если вы возьмете вот это советское время, поскольку люди как-то вот в глубину не залезали, а так смотрели, вот женщины, их участие. Как вы думаете, какой процент женщины составляли в КПСС? Вот если вы берете просто среди получивших высшее образование, получите половину. Если вы возьмете в органах управления, вот в КПСС я беру, ну сколько вы думаете процентов было женщины? Это управлять страной, а? У нас пятнадцать. Пятнадцать. Одиннадцать. Одиннадцать. Ну а скажем, в науке, ну в науке так, значит, в образовании, ну так сказать, еще парня еще брали в армию, поэтому тут еще даже можете переборить это в другую сторону. А если возьмете уже кандидатов в науку, ну тут уже мужчин больше, но ненамного. А вот если докторов наук, ну очень, очень сильно разница. Почему? Ну потому что в основном нагрузка, связанная с воспитанием детей, ложится на женщин. И я в свое время ходил в спецхран в нашей библиотеке Горького, вот тогда это в советское время такая манера, что-нибудь закроют. А что закрыли? Программу социально-экономического, научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. На двадцать лет. Приготовили такую программу, много работали, никто ее не утверждал. И Госплан и Госстрой, как бы ее курировали, но никто не утверждал. Ни Совет, ни Верховный Совет, ни ЦК, ну не один такой серьезный крупный орган, ничего, но программу сделали. Ну это, наверное, вы ужаснулись, что тут, что, какую работу надо делать, программу на двадцать лет. И вот в этой программе я вычитал, что там есть сравнение, сколько у женщин свободного времени, сколько у мужчин. Определение свободного времени мы с вами знаем. Как время для свободного времени. На два часа в день меньше. Вот и все. А с этим связано и вот это различие большое. Вот. Поэтому между мужчиной и женщиной в известном смысле это, конечно, не классы, но различие классовые. То есть по положению в производстве. Потому что в материальном производстве в домашнем женщины больше заняты. Но не везде. Не у всех, не во всех семьях, конечно. Вот тут разное продвижение идет. Вот. Ну, а развернутое определение вот есть классов у Ленина. Развернутое в великом почине. Причем такая работа, казалось бы, она посвящена тому, что вот чинили паровоз. Ну, субботники. Вот как раз сегодня Ленинские субботники вроде бы. В день. Меня товарищ студент поздравил, как это с этим сегодня. Значит, как гласит это определение данной Ленина в работе «Великий почин»? Что классы – это большие группы людей. Большие. Не то, что там какие-то группки. Если у метро стоят и переговариваются, не как они тут под классы, понятие классов. А что такое большие? Большие – это значит сравнимые с размерами общества. Ну, треть, половина, ну, десятая часть. Но уже не… Если мельче уже, это не классы. Это тоже группы. Это социальные группы. И социальные группы. И социальные группы. Хотя у Каутского интеллигенция называется классом. Люди умственного труда. То есть они не создают материальные блага. Их отдельной строкой он пишет. Ленин, когда цитирует Каутского по этому поводу, никаких… Сам он так не утверждает, говорит социальные группы, но не возражает. Потому что это можно так и считать. Потому что деление, различие между рабочим классом и интеллигенцией классовое. Хотя бы потому, что одно класс, другое не класс. Уже классовые различия. Правда? Значит, большие группы людей, раз, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. То есть производство в городе и производство в деревне. И оно очень сильно отличается. Поэтому по месту в исторически определенной так сложилось. По отношению к средствам производства второй признак. Большей части закрепленным и оформленным в законах по отношению к средствам производства. У кого есть, у кого нет. У кого что есть? Если, скажем, есть только такие средства производства, которые позволяют мне самому работать, и я работаю сам, то кто я? Какому классу принадлежу? Вот я работаю и выношу на рынок то, что наработал. Огурцы выращиваю и продаю. Кто я? Вы сейчас в тополе это самозанятый. Самозанятый это такие вот названия придумали для того, чтобы людей путать. Что такое самозанятый? А вы что не сам занятый по аспирантуре? Я же сам не автономил. Вы сами защищать будете диссертацию? Сами пишете? Или я за вас буду писать? Я вот чувствую, что вы будете писать сами. Я, если не знаю, помогу вам или помешаю, но писать-то будете вы. Или у вас сомнения есть? я тоже самозанятый. От нас требуется, чтобы мы вели научную работу. Если у нас вообще этот принцип научный преподаватель преподавания в университете, вообще в высшей школе, что все преподаватели должны быть в какой-то области на переднем крае науки. Поэтому они должны быть самозанятые научной работой. Если вы не самозанятые научной работой, никто вам это за вас не будет. Кто-то за меня будет делать мою научную работу или будет стоять Михаил Владимирович? Выдал. И будут органы проверять? Проверять это органы. Это проверять будут, да. Хотя кто проверял у Лебницы, а кто у Ньютона проверял? Не знаю. Может, есть такой математик был? Голуа? Нет, который молодой, который перед смертной казнью ночью там. Голуа? Голуа, да. Голуа, арест Голуа. Кто за ним? Вот он написал и вошел навсегда в математику, как доказавший такие крупные теоремы. Тоже самозанятые, а художники это точно самозанятые, сидят и рисуют. Конечно, сама композитор кто-нибудь он в Ковшок, как вот вы скажете, что Чайковский самозанятый. Ну да, по сути, до того момента, как он вступил к сообществу, которому указывают, что делаете, он самозанятый. И этот, и Чайковский самозанятый, и Рахманинов самозанятый. Ну, что-то как-то это, это все на самом деле люди хотят, ну, как сейчас вот говорят, что не скажут инвалид, скажут, человек с ограниченной возможности. А у вас безграничные возможности? Вы как птица можете летать? Ну, что? С ограниченной с обычным человеком по сравнению. Ну, так обычный человек, так обычный человек тоже с ограниченными возможностями. Ну, нету людей, у которых бы возможности были безграничные. У меня вот нет возможности слетать на Луну. У вас есть? Тоже нет. Значит, мы с вами с ограниченными возможностями. А вы не летали на Луну? И вы с ограниченными возможностями. То есть это вот люди хотят как-то смягчить где-то, как-то сказать. Так вот, я продолжаю. По отношению к средствам производства, те, у кого средства производства не позволяют эксплуатировать, а позволяют только самому работать и продавать, это мелкие буржуа. Мелкие буржуа. Это строгое научное название, которое означает, что он имеет тенденцию превратиться в буржуа. Тенденцию-то имеет, но сам работает, поэтому он не буржуа. Это не маленький буржуй. Маленький буржуй – это буржуй, то есть когда он эксплуатирует чужой труд и живет за счет прибавочной стоимости. А это мелкие буржуа. Он трудящийся. И вот, скажем, с мелкими буржуа большевики имели союз в революцию и в гражданскую войну. Скажите, пожалуйста, кто сражался в Красной армии прежде всего? Рабочие или крестьяне? Рабочие. Ну какие рабочие? Рабочие-то мало было. Крестьян-то было громадное большинство. Это вон там. Звонят, хотят сообщить вам про классы что-то. Мне уже сообщили. Так. Ну вот. То есть его положение двойственное в производстве. Он, с одной стороны, трудящийся. Конечно, в гражданской войне, в армии в основном были мелкие буржуа, крестьяне. А и рабочее. Ядро. Можно сказать, ядро. Красная армия составляла рабочее. Это да, ядро. Ну, знаете, ядро и протоплазма, как они соотносятся. Протоплазма вот, а ядро вот. Так, значит, продолжаем. Значит, классы большей группы людей, которые отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства, по отношению к средствам производства, большей частью закрепленными и оформленными в законах, по роли в общественной организации труда. Это очень важный принцип. То есть кто управляет, а кто подчиняется. По роли в общественной организации труда. И исполнители или организаторы. Производство, труда, деятельность какой-либо. Дальше по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Скажем, если я мастер, а вы рабочий, то вы заинтересованы получить побольше зарплату. А я получаю премию за экономию зарплаты. Способ получения не только размер, но и способ получения. Меня поощряют, если я постараюсь уменьшить вашу зарплату. А вы, наоборот, требуете зарплату побольше. И мы с вами сталкиваемся на этой почве. Вот всего пять таких признаков. Но мы должны найти эти принципы не для того, чтобы забыть главный принцип деления, определения классов. А это, с одной стороны, раскрывается, а с другой стороны, сводится к одному понятному определению положения в материальном производстве. По положению в материальном производстве одни заняты, другие не заняты в материальном производстве. А те, кто заняты, одни заняты организаторами. Скажем, как капиталисты, заняты они организаторами, да? Они организаторы производства современного. Могут они нравиться, могут они не нравиться. Можете с ними бороться. Ну а кто организует? Рабочие, что ли, организовывают промышленное производство у нас и хозяйка хозяйственная? Рабочие? Нет. Кто организовывает? Капиталисты. Вам они не нравятся? Да это никого не интересует. Мы же с вами берем принцип материалистический. Нравится, не нравится. Вот капиталистический класс организует производство. Можно вопрос? Так получается, Моцарт – это мелкий буржуа? Кто? Моцарт. Кто-кто? Моцарт. Моцарт? Нет, не получается. А как? А он не занят материальному производству, он интеллигент. Он творческий работник. Он ничего материального не создает. Что создает Моцарт, можете сказать? Симфонии, севиты. Нет, ну это вы опять конкретно так. Что за вид деятельности? Что он? Результат его какой? Композитор. Композитор какой? Какой смысл? Что он делает? Можно я скажу? Композитор вырабатывает художественный образ. Это у Гегеля написано в феноменологии духа, что вот есть три формы постижения мира. Религиозная, то есть наш мир земной, вот видите, нас трое, и там Святая Троица. Некоторые считают, что они наши отражения. А это идеалисты считают, а материалисты считают, что они наши отражения. Вот их трое там сидит, и там вот кто-то еще, еще кто-то есть. Ну, вроде черт может быть еще. Кто-то четвертый-то. Святая Троица, и там только черт. Мадонна. Как ангелы еще? А? Ангелы еще. Ангелы, это нет, это ангелы, да. А черт, это падший ангел. Вот, как мне объяснили. Знатоки, я тут спорил с одной очень глубоко верующей девочкой. Мы ехали из Москвы в Ленинград, и она, думаю, я стал на нее наступать, говорю, откуда тогда у вас, что там за порядок? Откуда у вас черт взял? Бог все создавал, такое хорошее, вдруг дьявол. Откуда дьявол? А ты говорит, падший ангел. Я говорю, ну так что за кадровая политика такая, как он набирает в ангелы, которые падшие, ничего не могли лучше. То есть там как-то не очень тоже здорово получается в этом хозяйстве. Так вот, первый вид отражения мира – это религиозный. Кстати, он и исторически тоже первый. Это же все обождествовали, всякие виды природы и силы природы. Раз. Второй вид – это постижение в образах, которое не требует никаких понятий. Чтобы вот вы, не случайно Моцарту, для того, чтобы слушать Моцарту, вам нужно знать немецкий язык? Нет. Не нужно. Правильно. А немцам для того, чтобы слушать Чайковского, нужно знать? Вот я в Бельгии был, зашел в Антверкене в магазин. Все симфонии Чайковского в исполнении Михаила Плетнева. И никаких понятий, никакого языка тут не нужно. Почему? Потому что это постижение в образах. То есть вам передаются чувства. Потом есть еще такая манера в филармонии. Содержание музыки иногда дают такой вам квиток, чтобы вы прочитали, а о чем музыка. Можно это читать? Можно это не читать. Потому что это так видит это. Видит кто? Ну, тот-то это написал. А для того, чтобы мне общаться с художественным произведением, мне эти посредники не нужны. Да и никому они, в общем-то, не нужны, потому что непосредственно чувства у вас. Ясно, что веселая музыка, грустные чувства вряд ли будет набивать, а грустные вряд ли веселые. Но это очень такое грубое деление. А так вот, какая-то борьба, которая развивается в музыке, вроде борьба мелодии, вот этот синтез, который там есть, это, конечно, воздействие на чувства. Слушатели. Или постижение в образах. Мы постигаем душу, постигаем человечество, постигаем страсти, какие есть в обществе, через художественный образ. И даже когда употребляются у писателей. Писатели, в отличие от архитекторов, художников, скульпторов, они имеют дело со словами. Но эти слова для них только средство создать художественный образ. Поэтому такие вот, если бы вы написали, как ученые, вот столько, а вот писатель напишет, вот столько. Потому что он только, так, гроза надвигается, будет долго-долго описывать, чтобы вам стало страшно, а потом что-то произойдет. Так что это совсем другое. И, наконец, высшие формы постижения мира, пишет Гегель, постижение в понятиях. Высшие формы постижения мира. Так что вот, еще раз, я уже говорил, что если идеалист начинает классифицировать, он будет классифицировать идеалистически. К этому как надо относиться? Ну, если это последовательный идеалист, так а чего вы от него требуете, чтобы он вдруг бросил идеализм и стал заниматься материализмом? Так это как-то странно было бы ожидать. А и наоборот, последовательный материализм, он требует последовательного проведения этого принципа. Этот принцип выражен вот в этом определении. или он в свернутом виде содержится в том определении, что классы на классы делятся по положению в производстве. Более того, а поскольку производство, и мы с вами этот вопрос разбирали на предыдущей лекции, производство имеет разные формы, и всего этих форм-то немного, всего-то их четыре по существу формы, ну, пять. Общественно-экономической формации первобытный коммунизм, потом рабовладельческое производство, феодальное, капиталистическое, и коммунистическое, которое является отрицанием частнособственнических формаций и возвращением коммунизма, но на базе всего того, что было достигнуто в лоне предыдущих частнособственнических формаций. Отрицание, отрицание, возврат. Вот в каждом этом обществе, в двух, первом и в последнем, мы имеем дело с коммунизмом, но первое бесклассовое общество, здесь нет этого различия, ни по каким параметрам, которые мы с вами разобрали. А при полном коммунизме тоже нет, но в первой фазе коммунизма, в неполном, неразвитом, незрелом коммунизме, которое называется? Социализм. Социализм. Тут есть еще, тут антагонистические классы уничтожены, антагонизм классов уничтожен, другими словами, а различия классов не уничтожены. Во-первых, между городом и деревней, во-вторых, между людьми и физическим умственным труда, и по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которая полагает различия, не уничтожена. Поэтому, скажем, в государстве революции Ленин написал, что справедливость и равенство первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливое. Возьмите в распределение по труду. Это, говорит, буржуазное право, не в том смысле, что оно буквально буржуазное, потому что диктатура буржуазного, вроде бы, установлена, а в том смысле, что все равно при диктатуре применяется одинаковый масштаб к различным людям. Один богат, другой беден. Почему? Потому что платят по труду, а у одного большая семья, а у другого маленькая, а платят поровну. У одного один болен, другой здоров, получают поровну. Ну, сколько вы сделали сейчас, болен, здоров, это... Это весь общественный фонд употребления вас лечить будут независимо от того, как вы работаете. А материальные продукты, которые вы получаете для личного потребления, только в зависимости от труда. Распределение по труду. Буржуазное право, без буржуазии, так это Леонид писал. То есть это вот процесс преодоления классов, он длительный. Хотя очень некоторым хотелось объявить, что уже ура, да здравствует, что Хрущев объявил, что 10 лет еще до полного коммунизма, через 10 лет будет первая фаза, а через 20 лет высшая фаза. Хотя первая фаза началась в середине 30-х годов. И, скажем, это вот безграмотная фраза, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, оно безграмотное, потому что прошлые поколения советских людей жили при коммунизме. А вот нынешнее поколение советских людей живет при капитализме. Вот, скажем, я родился в 1945 году, а, скажем, контрреволюция произошла в 1961 году, когда диктатура обтрята была убрана, а свято-место пустое не бывает, не бывает государства никакого класса. Если оно не государство рабочего класса, то оно становится государством диктатуры буржуазии по своей сущности, а форму оно потом быстро приобретает. достаточно быстро, в течение, там, не готов и десятилетий. И вот, будем считать, что с 1961 года я уже живу в переходном периоде к капитализму, а с 1991 года уже при капитализме, сколько у меня, сколько этапов в жизни прошло. Но я пожил при коммунизме. Вы пожили при коммунизме? Вы какого года? 89. Вот, видишь, как вам не повезло. А так хорошо, все бесплатно. Ничего я не тратил, ничего. И ничего не охраняли, вот так. А за чего охранять? Вот отвели ребенка в школу один раз, показали дорогу, и все. И все. Или там такой проблемы, что вот, как записать ребенка в школу, как записать. Вот ближайшую школу, приходи, записывай, и все дела. Или, скажем, где мне заниматься, в каком кружке? Сейчас же она сплошь и рядом платная. Я сел на трамвай, доехал до дома пионера в школе, придумал, все, я буду в кружке выпиливал, 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 выпиливал. Такую красивую вазу, такую красивую коробку. Потом надоело, в художественное слово пошел. Да, сшит колпак, да не по-колпаковски никак, его не переколпаковать, не перевыколпаковать. Ну, вроде как полезно. не занять. Надоело, пошел в лыжную секцию. Ну и так далее. То есть, никаких не было в этом смысле проблем. Это было при коммунизме, но не полном. А потом переход наперед, а сейчас живем при капитализме. А почему возможно откат назад? А? того не бывает, чтобы движение было вперед без противоречий. Мы же с вами изучали понятие развития. А в развитии две тенденции. Какие? Прогресс и регресс. Вот если люди, которые думают, что сам по себе идет прогресс, они носители регресса, которые заявляют, все уже, как Хрущев говорил, что все построено, полностью, окончательно социально. Если окончательно, вот если я до этого строил, строил, у меня тут и рукавицы, и, так сказать, и каска на голове, потому что еще могут и по голове дать, и свалится кирпич может на тебя. И тут вдруг объявляют, все это, снимайте, раздевайте, все, все закончилось, полно, все кончилось. На съезде прямо. То есть это полная безграмотность. И не просто безграмотность, а и ревизия. На 22-м, на 22-м, да. Все закончилось. Так, класса борьба прекратилась. А класса борьба какая шла? При социализме какая класса борьба? Что, между рабочим классом и гражданством? Нет, конечно. Но если рабочий класс, он стоит во главе, является правящим классом, а я думаю не о том, как общие интересы, так сказать, как удовлетворить, а как получить большую долю меньшего пирога, есть такой интерес, есть у трудящихся, у каждого. У каждого трудящегося есть интерес побольше получить, поменьше поработать. И он реализовывается. Если государство этому не препятствует, а вообще все хорошо, то он дальше развивается. И вот борьба с этим, это борьба с мелкобружавностью. А мелкобружавность, если с ней не борется, ведет к чему? К буржуазности. Поэтому тут ничего после другого быть не могло. Либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Писал Ленин. То, что этого не понимает, либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот такие идиоты захватили руководство КПСС. И политически неграмотные, и безнадежные идиоты. Вот они к этому привели. Так что это не с необходимостью, но вот самолет, как вы думаете, может лететь, если самолет, только если им управляют. Но какое-то время можно на автомате пролететь. Но если вы не сядете, то горючее кончится, и он упадет. И всех разобьется. Поэтому думать, что можно летать на самолете и не управлять, нельзя. Социализм управляемое хозяйство. Если вы неправильно им управляете. Вон у нас тогда наш этот самый новейший самолет испытывали, хотели продать и заказы получить. А? В Индонезии. Да, в Индонезии. Вот они сидели с летчиками и разговаривали, какой хороший самолет. Тут врезался в гору. Ну, врезался в гору. Если вы не так будете управлять. Или эти, скажем, поляки, дорогие наши друзья, коллеги, у них есть закон такой, что нельзя одновременно в самолет сажать руководителя государства и руководителя Министерства обороны. Их все посадили и полетели. И командовал там тот человек, который облечен большой властью, летчикам сажать. Ну, сели, получилось, все сели и даже легли. Так. Ну, вот, значит, речь-то идет о чем? Вот, и у Маркса здесь говорит, что он сделал. Что существование, это первое, классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Нет классов вообще. То есть, вот одна классификация, это классы рабовладельческого общества. Какие там? Рабы и рабовладельцы, что тут классифицировать? И свободные граждане, они ни то, ни сё. Ни то, ни сё, но право им дали, можете голосовать. Как наши граждане, им тоже дали право, тоже можете голосовать, это ничего не решает. Как там на Украине, что решает, кто будет Порошенко или Зеленский? Какой класс у власти? Разный. Причем, куда ориентированный? На Россию или на США? На США. Поэтому, что, какой выбор там? Никакого выбора там нет, но оттенки будут. Обязательно. Так, следующий берем, какой? строй. Следующий берем строй феодальный. Вот здесь, кто есть? Это прогрессивный строй, очень сильно, по сравнению с рабовладением. Почему? Потому что рабы не заинтересованы ни в каком техническом прогрессии. Вот если те средства производства, которые я вам даю в качестве рабовладельца, являются средствами вашего закопаления, так сказать, охраны и утверждения вашего рабского положения, то как будут относиться рабы к этим средствам производства? Ломайте желательно. По крайней мере, не стараются работать. Какой смысл рабу больше производить и повышать производительность в качестве? Какой смысл? Все, что я произвожу, сразу не мое. Не только это, что я производил. Я сам-то не свой. В том смысле, что я принадлежу рабу, рабовладельцу. Рабовладелец может меня в любом момент убить. Правый вот такое дано. Причем на законном основании. А почему законное? А потому что рабы изначально были представителями другого пления. Если вы меня взяли в плен, то какой может быть плен? Потому что я всего могу наработать на то, чтобы меня одному прожить. Так вам умереть что вы меня будете кормить. Поэтому вы меня убиваете. Дело не в том, что вы жестокий. Дело в том, что тут другого выхода нет. Вот если я могу наработать уже на двоих, на троих материальных благ, тогда вам никакого резона меня убивать нет. Лучше вы меня обратите. Мне хорошо, что я не умер. И вам хорошо. Вроде как рабовладение. Это как вы счастье. Это же хорошо. И нам хорошо, и вам хорошо. Но никакого интереса в развитии производства у раба нет. А возьмите вы крестьянина. И все это отличается от раба очень немногим, что нельзя убить. А все остальное пожалуйста. Но уже раб дверицы понимает. А зачем ему эта головная боль охранять? И потом ловить этих постоянно убегающих рабов. А потом они хвостами будут поднимать. Вот выделить ему участок. Вот там пщина есть. Пусть они сами занимаются этим делом. Три или четыре дня в неделю. Оставшиеся дни пусть на барщине работают. И на барщине он заинтересован работать. Не будешь работать на барщине хорошо? Землю отрежу. Земля кому принадлежит? Помещику он, потому что по месту. По месту. Или управлением тоже все ясно. Вот вы образованы манерами хорошими обычно. Вы будете управлять. А если я только за свиньем могу убирать, как я могу управлять? Я и не лезу в это дело. Все понятно. Это Маркс долго докапывался. Прибавочный продукт необходимый. А что тут докапываться? Если на барщине я работаю, это прибавочный продукт. Правильно? А если я здесь никакого секрета нет. Никакого глубинного анализа не нужно, чтобы увидеть. Ясное дело, что я работаю на помещика. Когда на барщине. И ясное дело, что я с барщиной пришел, мне даровано 4 дня, это добрый помещик, или 3, если злые. И эти 3 дня знать не знаю этого помещика. Я свою полоску обрабатываю. Вот и все. Хороший строй. этот крестьянин накормленный на нем не надо думать. Ну в голодный год только ему выделить в долг зерно, чтобы он не умер. Потому что если у меня умрут крестьяне это беда. А если у меня их будет мало, мне руки никто не подаст. То есть богатство рабоводического общества это в рабах исчисляется. Сколько рабов? Если у меня 200 рабов, у вас 2, да я на вас вообще смотрят не серьезные человек. Есть дорог что-нибудь а у вас сколько 150 ну очень приятно познакомиться с другим. То же самое если мы помещики у вас три человека крепостных крестьян не приходите к нам на бал нам такие не нужны. Но если у вас 300 а у меня мало то я уже начинаю думать как бы мне приписать еще мертвые души это что такое приписки можно пьесу было назвать приписки а все что надо приписывать в это феодальное время душ крестьян тогда вроде как если у меня приписано много крестьян меня должны уважать и хорошее место мне давать и вино наливать одним из первых так что очень так хорошо но потом все решили упростить товарищи которые выступали за свободу потому что свобода это переход от феодализма к капитализму это свобода от чего от всего от всего но не у всех вот не свободны оказались только те у кого есть средства производства фабрики заводы мануфактуры а все остальные свободны а раз они свободны то они погуляют погуляют и перейдут к тем кто не свободен попроситься нет ли у вас какой работы а вы скажете да есть но у нас так мало платят вы поищите еще где-нибудь а что искать вы же понимаете ищи не ищи те у кого есть средства производства договорились что кто будет платить больше тому не сносить головы вы будете платить больше ну все последний раз вас видим это не с рабочими будет война а прежде всего с этими капитальными там очень жесткий порядок как это так вы на уступки пошли всем людям вот а эти люди это свободно а в чем свобода а в том что вот как договорились о чем вы договорились что вам будут платить по стоимости капиталистическом товарном хозяйстве по стоимости вот сколько стоит ваша рабочая сила посчитаем сколько хлеба хлеба мясо на ваше воспроизводство и производство вашей семьи молока овощей потом на какое-то образование уже машину вас допускаем поэтому вас надо учить это все надо обеспечить вот это стоимость а чем хорош этот товар вы что будете продавать мне что у вас есть продать если вы свободны вы от всего свободны что будете продавать у вас ничего нет и что будете продавать руки ну так это художественный образ будете продавать научно взять понятие свою рабочую силу то есть способность к труду ну Маркс это дело поэтически изложил это совокупность физических и духовных потенций которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ вот вы пускаете их в ход на моих машинах или я пускаю с вашей помощи вход в ваши эти все потенции и вы 8 часов это час 8 часов а в России какой был первый установленный рабочий день 14 не 14 было не установлено это когда не было никакого государством установленного дня было 14 16 а потом после больших забастовок в 1897 году был установлен 12 11 с половиной не надо очернять нашу феодальную действительность 11 с половиной а потом этот рабочий день уже самый рабочий в явочном порядке воспользовавшись тем что произошла буржуазная революция не ожидая никаких законов и распоряжений явочным порядком установили себе 8 часовой и вот с тех пор никакого движения в этом отношении нет сегодня эту стоимость заработной платы рабочие вырабатывают за 1 час и еще после этого работают 7 часов то есть 1 8 того что они сделали составляет их заработную плату так еще и эту не платят но люди свободные если они не требуют так никто и не будет им давать вот мы с вами заключили договор я работаю вы платите потом вы мне не платите а я работаю вы думаете ну если ему нравится у меня пусть и работает вот у нас метрострой 3 месяца не платили и вот эти рабочие 3 месяца они работали и работали за бесплатно ну я понимаю вот на барщине там они во-первых понимают что это их хозяин барин он же им землю дает они там не за бесплатно работают как бы у них есть некоторые условия и они поработали и пошли к себе на участок а эти работают и работают свободно а был договор тут трудовой договор я вам плачу вы работаете я вам не плачу ну если вы понимаете что такое трудовой договор вы не работаете им не платят они работают значит им нравится так работать ну раз нравится пусть работает у нас значит и Александров этот хозяин этого метростроя миллиардер сыночек у него тоже миллиардер ну откуда они миллиардеры как откуда деньги собирают их никто и не берет никого не надо работать хотят они хотят ничего получать. Даже есть у нас в трудовом, у нас же с буржуазной свободой, у нас в трудовом кодексе записано 142 статья. Если вам в течение 15 дней не заплатили зарплату, вы должны что сделать? Приостановить работу, не остановить, а приостановить, если вы остановили, но это как-то вы тоже нарушили договор, приостановить работу до выплаты зарплаты. Ну как бы все хорошо, вы делали, вам платили, вам перестали платить, вы ждете, когда заплатят. И ждать, когда, уведомить администрацию, и ждать, когда от них письменно бумажка придет, что уважаемый Иван Иванович, дорогой, выходите завтра на работу, потому что завтра вам будет выплачена зарплата. А сидеть можете тут и на рабочем месте, а можете дома, а можете гулять по Санкт-Петербургу, это дело ваше. Но если вы не хотите пользоваться с законами, которые дала буржуазия, ну извините, бить у нас не разрешено, это вот крестьян тех били, а чтобы бить рабочих, чтобы они требовали зарплату, это у нас не принято, мы не трогаем их. Не хотят получать, пусть не получают. Государство смотрит на это так очень спокойно. Мы вам выделили норму закона, записали, вы ничего не пользуетесь, это ваше дело. Это ваше дело. Вот, здесь полная свобода. Ну и наконец, оборот. При социализме там принцип, кто не работает, тот не ест. Тоже свобода. Можешь работать, можешь не работать. Никто тебя не заставляет. Ну просто кушать не будешь. И постепенно эти люди куда-то деваются, не знаю куда. Не кушают, не кушают, куда запропадают. Что происходит? То есть никто никого не заставляет. Никто не работает, тот не ест. Это понятный принцип. Или там Сталин писал, что вот буржуазия сделала частную собственность священную и неприкосновенную. А мы должны сделать общественную собственность священную и неприкосновенную. Вот кто будет что-нибудь портить, уничтожать, не реализовывать общественную собственность, он будет строго наказан. И вот народ сначала все очень был недоволен этим, а сейчас вот запросы такие 70% говорят, что вот Сталин великий деятель, так сказать. Больше не надо переписки. 70. Это метро написано, это не наша газета. У нас есть свои газеты, буржуазные, государственные. Мы знаем, кто у нас у власти. Метро не у власти. Метро это вообще иностранцы. Они нам разжигают у нас тут конфликты. Это же шведы. Кто там, учредители? Думаете, это метро? Это наше метро, что ли? Это метро. Метро к этому не имеет никакого отношения. Как есть магазины метро? Думаете, это посвящено нашему метро? Нет. А метрополии? Есть колония, есть метрополия. Это люди из метрополии написали. Подкидывают вам, разжигают вам, чтобы вы пошли сражаться с кем-нибудь. Вот так. Так что это вот взгляд такой. И для полного уничтожения классов что необходимо? А если антагонистические классы изжиты в переходном периоде от капитализма к социализму, то следовательно необходимо еще преодолеть различия между людьми физического и людьми умственного труда. Вот чуть не сказал неправильно. Различие между умственным и физическим трудом невозможно преодолеть. Потому что умственный труд – это труд, который производит идею или художественный образ. А физический труд производит материальный благо. Хотя при физическом труде, конечно, умственное усилие требуется, как вы понимаете. То есть не бывает такого вида труда. Или если вы представляете себе труд скульптора, но если он стоит, откалывает от голыбы, от скалы, все лишнее, это вот откалывание лишнего требует немалого труда, пока не получится в камне образ, который он имеет в голове. Поэтому думать так, что умственный труд совсем не связан с какими-то усилиями, я вот вижу, чтобы ручку подняли, так что связан. А если бы она стальная была уже, а чугунная была бы хорошая ручка, это были бы больше усилий. Поэтому совершенно понятно, то есть что является определяющим для этого вида труда, а что не главную роль играет. А между людьми, умственного и физического труда, легко, теоретически легко преодолеть различия. Скажем, если рабочий день будет 4 часа, а свободное время, время для свободного развития 5 часов, то какое время будет определяющим для человека рабочее? Вот что будет определяющим, то, что он делает в рабочее время, или то, что он делает в свободное? Свободное. Поэтому, скажем, есть токарь, который как только закончит свои 4 часа, он стоит тут все, у станка, выполняет то, что нужно, а потом он играет на скрипке. Он кто, скрипач или токарь? Токарь. Нет, скрипач, потому что он на скрипке играет больше 5 часов, а 4 часа всего токарем. Вот я сейчас лекцию вам прочитаю и пойду землю копать. Если буду его копать до следующей лекции в понедельник, кто я буду? Земляков. Ну так? Или что, написано? Какая разница, что написано? Важно, что я делать буду. У меня участок есть в разливе очень хороший. Чем он хороший? Он такой маленький, что я могу его без трактора обработать. В этом случае, когда 4 часа он токарь, он уже этим зарабатывает, он профессионал токарь. А чего взяли, что он будет зарабатывать? Чего взяли, что он будет зарабатывать? Это будет уже полный коммунизм. Он будет работать, никто не будет зарабатывать. Он все, что надо, иди получи. Зачем вам зарабатывать-то? Но играть он будет для себя или для кого-то? Нет, он работает, он трудится для всех. А разве плохо, если вам плохо, если я буду играть? Конечно, неужели я для себя буду играть? Что, идиот? Я для себя буду тренироваться, а потом выйду к вам в отбор и буду вам играть. А мои концерты буду давать. Ну, чтобы концерты давать, мне сколько надо заниматься? Я буду много дней заниматься, а потом дам концерт вам. И соберутся эти вот токари, их много, и будут слушать. Как написано у Маяковского. Сидят папаши, бороды веником, землю попашут, попишут стихи. Это у Маркса Ингресса немецкая идеология. И что, утром мы, говорит, занимались сельским хозяйством, потом ловили рыбу, потом животноводством, а вечером вот придавались чтению и прочее. Это ранние такие работы. У нас был курс такой аналитический, анализ классических текстов. И вот я три года вел этот курс Маркс-Энгельс немецкой идеологии. Ну, где-то вот два года назад его уже не давали, его не поручали. Другие там были классические тексты. И сейчас есть такие курсы, но с Маркс-Энгельсом, по-моему, уже его нет. Это интересный тоже был курс. Так, вот мы с вами и разобрали, что такое классы, что является задачей данной лекции. Что такое классы, является с точки зрения материализма. Это не значит, что не может быть другой точки зрения. А с точки зрения идеализма, вы тоже правильно сказали, если я вот это подумал, то вот это класс. Вот давайте склассифицируем все вот про это, который думает, это вот эти, а которые по-другому думают. И тоже классификация получится. Но тогда надо такую строгую классификацию провести, и последовательную, чтобы она могла бы быть применима. Вот такой классификации хорошей, такой всеобщей, не удалось провести. То есть есть точки зрения, есть такие, давайте так, давайте так. Но поскольку это субъективная классификация, то этих точек зрения может быть уже очень много. А тут же вот в этом, если это объективная социальная точка зрения, здесь классификация в этом смысле одна. Вопрос есть? Нет. Значит, вы мне присылаете, и товарищам скажете, что мне пусть тоже пришлют. Да, и мы в 11 часов 23-го проводим экзамен. Спасибо за внимание. Что такое номенклатура, знаете? У нас вот все-таки научный разговор. Номенклатура это что? Работники партии государственные. Нет, номенклатура это не работники. Работники это люди, а номенклатура это не люди. Знаешь, что такое номенклатура? Ну, это список всех. Да, список. Это перечень, перечень тех должностей, за которыми особо должна следить партийная власть. Потому что если они скорбятся, то все разрушится. Поэтому, если другие там, значит, должности не столь важны, это важнейший перечень, важнейших должностей в партийном и государственном аппарате. И вот, когда решается вопрос о замене Иванова на Петрова, то это, прежде чем это будет сделано, сначала должно быть решено в партийном порядке. Поэтому в слове номенклатуры ничего плохого нет. Это перечень, этот перечень очень важный. И это нужно делать. Если не будут это делать, она власть потеряет сразу. Правящая власть. Продолжение следует...